Колебания чувств, эмоций, реакции, отношений – это, к сожалению, все более частый симптом. Почему? Потому что мы сами все время находимся на нейрофизиологическом уровне. Мы все время находимся в таком состоянии, то истощенном, то, наоборот, гиперактивном и так далее. То, что это зависит просто от количества химических веществ, нейромедиаторов, которые за это отвечают. То есть оно все подвижно, там меняется. Но если у человека есть надстройка над этим, когнитивная, в которой есть приоритеты, цели, ощущение значимости определенных вещей для него самого, то, что он считает важным и так далее, то эта настройка, вот эти все перманентные колебания, она их сглаживает. Ну, то есть вы как амортизатор. Теперь представьте, что вот у нас человек, у которого вообще этих настройок нет, мы их убрали, и у него там просто вот ситуативно, сейчас больше дофамина, сейчас больше нарадреналина, сейчас больше сертонина, сейчас больше окситоцина, сейчас больше того, всего пятого десятка, постоянно. А никакого амортизатора нет. Он сидит, сел читать. Ну, у него дофамина было. Начал читать, у него там нарадреналин увеличился. Он говорит, надо бежать куда-то срочно. Побежал. По процессе потратился этот нарадреналин. Он такой говорит, так, секундочку, а почему, где вообще люди, что они меня не уважают, не любят? А ну, это другой уже. Раз, и у него постоянно, как это. И вот эту нашу химическую фабрику мозга, ее амортизирует только наше мировоззрение. Понимаете? Это такой когнитивный конструкт. Это наша префронтальная кора, которая не должна давить под корку, и вот это все наше переживание. Но она должна амортизировать ее постоянные колебания состояния. Бесконечные. Потому что там калейдоскоп неуправляемый. Понимаете? А у людей сейчас нет мировоззрения. Понимаете? У них нет структуры мира, знаний, пониманий. Потому что все стало релятивистским таким, относительным. Хорошо, плохо, непонятно, все, пять, десять. Потеряли мы когнитивную структуру. У нас когнитивный кашемалаша. И она не амортизирует. И у вас там небольшое что-то тряснулось. И это не целая плита, куда ты должна поехать. А на уровне сознания всякая чехарда началась. Была бы монолит вашего нервоззрения, вашего понимания себя, жизни, ценностей. Ну там что-то там, ну как бы, ну, плита бы так. И дальше бы продолжилось свое движение, инерционный ход здравомыслия. А нет, тут каждое извержение, маленькое извержение, кто-то там, понимаете, и все, и все полетело. Вот, поэтому это проблема. Проблема отсутствия цельной конструкции, цельного представления о мире. А раньше его давали нам. Все было написано, была книжка одна, Библия. Все написано, вот такое дело обстоятельства. А сейчас тут то написано, тут это написано. Ой, Господи, Боже мой. И так далее. Так нам надо создавать ее сейчас. Прибиваться к тем, кто способен ее выстроить и транслировать. Вот в чем задача. Иначе будет все время суета-суета. Все суета.